Привет! Добро пожаловать на мой канал! Очень рада вас здесь видеть. Спасибо, что зашли. Не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны, поставить большой палец в видео. И давайте приступим. Хочу рассказать про вход за собой с учетом влияния солнца. Про загар, защиту от солнца, автозагар, скраб, антицеллюлитные средства. Название продуктов и ссылочки на них при возможности я оставлю внизу. Под этим видео, так что не забудьте прочитать, зайти в описание. Что я думаю о загаре? Во-первых, я не люблю загорать. Никогда не любила, еще в детстве, все время пряталась от солнца, чем очень удивляла всех вокруг. Не люблю до сих пор, не люблю лежать на солнце, мне это не нравится. Но мне нравится моя кожа с легким оттенком загара. На солнце я по-прежнему не загораю. Загораю только за счет того, то есть бываю на солнце, только когда я в движении, куда-то иду, чем-то занята, на отдыхе тоже куда-то что-то посещаю, плаваю. В общем, в какой-то активности. Просто лежать, если на шезлонге, на отдыхе, то я обычно лежу в тени. Либо в особо жаркие часы в номере. То есть от солнца я по-прежнему прячусь, я его не люблю, в том плане, что не люблю просто на нем лежать. Я всегда закрываю голову, мне не нравится, мне неприятно, всегда в шляпе, в очках. Плюс я живу в Санкт-Петербурге, здесь у нас солнечных дней не так уж много, и когда вот здесь солнечные дни, я обязательно выхожу гулять. Но при этом я не забываю СПФ. Я не забываю СПФ на отдыхе, и я пользуюсь СПФ для лица, шеи, декольте. Каждый день летом, и для рук стараюсь по возможности не забывать в Санкт-Петербурге. И на отдыхе, естественно, я всегда намазана все тело СПФ, и лицо, естественно, тоже. Минимум СПФ, который я использую, это 30. В городе, в Санкт-Петербурге, я не использую СПФ только, наверное, в декабре месяце, когда у нас большую часть дня темно, и в светлое время суток на улице мы бываем, ну, там, 10 минут, может быть, может, чуть больше. И то это не совсем светлое время. Вот. Такие дни я могу, в такой месяц я могу не использовать СПФ на лицо. В остальное время я всегда с СПФ. Использую СПФ часто в тональном средстве. Если я в городе и знаю, что пробуду на солнце там 10 минут до какого-то места, 10 минут от какого-то места, там, ну, плюс еще, может быть, 10 минут, то есть, ну, немного времени я проведу на солнце. И тоже доверяю СПФ в тональном средстве, только если это выше, ну, где-то между 20-ю, 25-ю, 30-ю, вот тогда. Если 15, это для меня, нет, это не СПФ. Оставлю ссылочки внизу на мои любимые средства для тела. Они бюджетные. Я о них уже говорила где-то в пустых баночках, но оставлю название, по крайней мере, точно под этим видео. Люблю средства от L'Oreal, как ни странно. У них очень хорошая, очень передовая технология. Очень мне все нравится. И не люблю Lancaster, потому что, как правило, если наносить СПФ от Lancaster и потом одевать что-то белое, то после стирки это белое, на нем появляется много желтых пятен, что очень неприятно. Они не отстирываются. Кстати, если вы знаете, чем отстирывать пожелтение после СПФ, после солнцезащиты от одежды, то напишите мне, пожалуйста, в ссылках, потому что я прошуртила весь интернет, попробовала там разные отбеливатели. Не помогает, очень плохо помогает. Вот, так что, если вы знаете какие-то методы, то напишите мне. И также, конечно же, поделитесь в комментариях вашими любимыми солнцезащитными средствами, которые не дают такого эффекта окрашивания одежды. Вот, буду вам очень признательна, и все зрители остальные, наверное, тоже. К вопросу о средствах для лица, которые не липкие, мне нравятся. Мне очень нравятся вот такие вот от Biore. В общем, японские средства, они, да, они лучше впереди планеты всей. Не только Biore есть другие средства, но это все можно найти в интернете, в блогах. И еще одно средство, оно более липкое, но очень хорошо на отдыхе мне идет. Это Shiseido. Сейчас, сейчас они, по-моему, немножко его изменили. Water Resistance. Water Resistance в том плане, что не то, чтобы с ним плавать можно, естественно, сплавать можно, потом лучше наносить еще один слой, естественно. Но, когда вы потеете в жаре, на отдыхе вы часто потеете и летом тоже, то этот SPF он не смывается. С другими я часто замечала, что я наношу, допустим, вроде бы был SPF, но веснушки все равно появляются. А вот этот вот в жару очень хорошо, потому что он water resistant, то есть водостойкий. точнее, не водостойкий, водоустойчивый. В общем-то, вот этот вот Biore тоже. И еще Cushion тональный крем от Lancome. Он тоже водостойкий. Он отталкивает воду. Я просто делала опыт. Я оставлю ссылочку на видео с моим отзывом на него. У него SPF, по-моему, 23. То есть для дня на работе в городе вполне нормально. И плюсов еще можно обновлять очень легко. Так, еще один момент. Я с собой всегда ношу летом в городе и, естественно, на отдыхе SPF Stick. Есть у Clinique, у Elizabeth Arden. У многих есть. Мне нравится от Clinique, потому что он без запаха. Это довольно жирные стики. И они именно, вот если, допустим, солнечный летний день, я была на работе. У меня на лице была там какая-то защита, но к вечеру она, естественно, уже снялась с каких-то мест, с носа, там, вокруг рта. И я собираюсь погулять вечером на пляж, еще куда-то. Вот этот стик, он очень помогает. Потому что, как правило, там остается 2-3 часа солнца, пока доедешь. В общем, нормально. Еще, почему я всегда пользуюсь SPF, почему я начала им пользоваться, хотя я защищать. Но еще не так давно большинство средств были очень липкими, очень противными, наносить на них макияж было сложно, и поэтому пользоваться ими не особо хотелось. Но я начала ими пользоваться, потому что у меня очень быстро появляются веснушки на носу вот здесь, и мне это не нравится. Я знаю, многим нравится веснушки, мне тоже нравятся веснушки на других людях, но я не переношу их на себе. У меня нос кажется все время каким-то рыжим в этот момент, и вот здесь вот щеки, то есть мне не нравится. И чтобы они ими не появлялись, мне нужно все время вот эти вот особенные места наносить SPF достаточно высоким фактором. Также у меня вот здесь вот есть родинка, которую нужно защищать, естественно, от солнца. Тоже очень важно наносить SPF с фактором не менее 30. Дальше SPF для волос обязательно, потому что вот эти вот кончики от солнца, и у нас в Санкт-Петербурге все время ветер, где-то на море, на отдыхе тоже, естественно, ветер, и эти кончики очень быстро пересыхают, сочетание солнца и ветра. При нанесении специального кондиционера спрея с SPF они пересыхают меньше. Мне очень нравится вот такой вот Estelle Curric Sunflower спрея увлажнения. Именно в течение дня на отдыхе после мора наносить на кончики волос, ну, как на кончик, где-то вот с этого вот уровня, даже может быть выше, но выше у меня обычно шляпа. Вот. Очень нравится. Вот. Так что я не люблю загорать, постоянно пользуюсь солнцащитой, но люблю загорелую кожу без веснушек, поэтому пользуюсь автозагарами. Мои любимые автозагары я люблю не липкие, я люблю быстро сохнущее, не пачкающее постельное белье и держащийся цвет после них, чтобы держался хотя бы ну, дней 5-6. И я нашла такой, это Saint Moritz, вот такой вот мусс, и у них есть спрей, но в спрее он дает сразу цвет очень красивый, то есть, если, допустим, вы где-то на отдыхе, то можно сразу же пойти там гулять, но не плавать, естественно. А вот этот вот, он не дает такой цвет, но дает очень хороший эффект. И в спрее он немножко больше пачкает постельное белье. Я обычно пользуюсь автозагарами на ночь. А на лицо мое любимое это бронзан, вот такой вот кремик. Мне он нравится тем, что он еще достаточно увлажняющий, то есть, ни на него, ни под него не нужно мне с моей смешанной кожей ничего наносить. Вполне нормально мне на ночь кожа наутро увлажненная и загорела. Для подготовки к автозагару, для снятия остатков автозагара люблю скрабы, люблю солевые скрабы, потому что они как будто так пощипывают кожу, расслабляют меня. Мой любимый от Bliss, я оставлю название внизу, от Calistar мне как-то они поднадоели, но они тоже очень хорошие. Вот, что еще? Антицеллюлитные средства, чтобы летом на отдыхе или просто летом все хорошо там сзади выглядело. Не очень в них верю, но пользуюсь иногда. Мои любимые это чистые линии от черного жемчуга, потому что в них мало алкоголя. И самый-самый-самый любимый это ночной крем с запахом лаванды от Bliss, опять же. Люблю его, потому что там вообще нет алкоголя, то есть он увлажняет кожу, не сушит кожу, естественно, хорошо за ней ухаживает, и плюс расслабляющий, приятный запах лаванды на ночь. Именно тот запах лаванды, который я люблю, не такой сильный, активный, как иногда бывает. В общем-то, это все, что я хотела вам рассказать про СПФ. Напомнить, что очень важно пользоваться солнцезащитой, потому что солнце вызывает старение кожи, очень сильное. И наша самая главная защита от старения, это именно солнцезащита. И если хочется все-таки выглядеть загорелой, то спасают акты загара, подтягивают кожу, делают более гладкой, это скрабы, это антицелитные средства, ну, естественно, на спортпитание. Вот. Надеюсь, вам было интересно. Напишите, чем вы пользуетесь. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Буду вам очень-очень рада. И спасибо, что смотрели. Пока.